всем привет мои дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир и это очередной полезный видеоролик у меня на канале сегодня мы разберем такую ситуацию как что делать если ваши наушники без вашего ведома периодически в фоне вызывает голосовой систем google или случайным образом ставит музыку на паузу или может быть переключают музыкальные треки по своему желанию короче живут своей жизнью я буду разбирать ситуацию конкретно на примере наушников me true wireless earphone basic ту от компании сяоми с неймингом у них определенно беда здесь два наушника и в качестве элемента управления используется сенсорная панель и каждый наушник оснащен инфракрасным оптическим датчиком который определяет был ли вынут наушник из ука тогда воспроизведение контента ставится на паузу если вы помещаете наушник обратно в ухо то музыка начинает играть дальше этим сейчас никого не удивишь когда я смотрел в интернете обзор на эти наушники и думал покупать их или нет я пару раз натыкался на сообщение где люди писали что с этими наушниками невозможно заниматься спортом на улице якобы они сходят с ума из-за солнечного света и начинают либо ставить музыку на паузу либо постоянно вызывать голосовой ассистент я такой подумал вот дурачки это же явно брак но не может компания сяоми допустить такой конкретный проект сейчас наступило лето за окном плюс 35 я только что с пробежки и они были правы если левый наушник обращен к солнцу то каждые три секунды вызывается голосовой ассистент google если правы то музыка ставится на паузу каждые три секунды и каждые три секунды трек начинает воспроизводиться это звучит приблизительно так в интернете я выяснил что проблема связана с человеческими ушами и ярким солнечным светом уши просвечиваются и инфракрасный датчик ложно срабатывает ведь наушники находятся в ухе и система думает что вы нажимаете на сенсорную кнопку я сказал что мы поговорим о всех наушниках программа который сегодня пойдет речь работает не только с наушниками от компании сяоми а в принципе с любыми беспроводными наушниками я даже тестировал ее на стареньких китайских наушниках aimitech k2 и относительно старых redmi air dots программа работает идеально перемещаемся на мой смартфон первым делом скачиваем приложение по моей ссылке это google play а программа называется all droid проходим в ее настройки и выдаем следующее разрешение приложение добро на автозапуск работа в фоне доступ к вашему местоположению и отключаем для нее режим энергосбережения все остальные разрешения программа выставит автоматически когда вы ее первый раз запустите далее проходим настройки телефона и ищем раздел приложения далее все приложения и выбираем категорию приложение по умолчанию листаем в самый низ нас интересует голосовой помощник здесь мы должны выбрать all droid в качестве голосового помощника который будет запускаться через bluetooth теперь можем зайти в само приложение all droid и настроить поведение кнопок ваших наушников тут есть небольшие косяки с переводом но самое главное что программа делает именно то что от нее ждет пользователь позволяет заблокировать физические и сенсорные кнопки ваших наушников вот кстати комментарий с google play еще один чувак как и я мучиться с инфракрасным оптическим датчиком на своих наушниках нас интересует пункт меню медиа акция здесь мы видим различные триггеры которые all droid будет перехватывать в фоне когда ваши наушники подключены к телефону у меня простенькие наушники в них заложено только два действия эта кнопка воспроизведения музыки и вызов цифрового помощника у кого-то функции может быть больше и соответственно вы сможете переназначить большее количество кнопок чтобы нормально бегать на улице в жару когда солнце палит как из автомата я делаю следующее блокирую кнопку воспроизведения и кнопку вызова ассистента google все вот так просто теперь наушники работают как просто беспроводные наушники а сенсорные панели станут неактивными когда я занимаюсь в зале или просто хочу послушать музыку в автобусе я меняю настройки кнопок обратно вот собственно и все с вами был владимир подписывайтесь на канал комментируйте ставьте палец вверх если вы не знаете что написать то просто напишите до конца тогда вы всегда сможете рассчитывать на мою помощь всем пока